МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заседании Делового совета по сотрудничеству с Индией было объявлено о создании телеканала «Большая Азия». Заседание проходило в стенах Российской торгово-промышленной палаты. Освещение бизнес-проектов, важнейших событий деловой среды, коммуникации предпринимателей России и азиатских стран является неотъемлемой частью работы нашего медиаресурса. Вклад Большой Азии в развитие деловой журналистики был высоко оценен в профессиональных кругах. Именно с этой формулировкой телеканал был награжден Союзом журналистов и Торгово-промышленной палатой по итогам профессионального конкурса «Экономическое возрождение России», в котором участвовали лучшие медиапроекты со всей страны. Более 400 работ было представлено нашему федеральному жюри. Очень сложно было выбирать из этого количества, этого замечательного, не хочется даже говорить материала, этих замечательных фактов, которые репортеры, журналисты, телеоператоры сняли, написали, представили на суд наших уважаемых зрителей. Большая Азия получила награду за один из выпусков тележурнала «Москва – лучший город Земли», созданного при поддержке столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. Эта программа освещает все грани жизни мегаполиса – от развития высоких технологий и борьбы с коронавирусом до занятий аргентинским танго и китайской настольной игрой «Го». Тележурнал ведет русскоговорящий британский журналист Майкл Гибсон. Награда досталась выпуску «Москва предпринимательская». В него вошел обзор столичных центров международной торговли и выставочной жизни, а также рассказ о том, как торгово-промышленная палата помогает российским предпринимателям. Это объединение поддерживает отечественный бизнес не только внутри страны, но и за границей. Например, участвует в поиске зарубежных партнеров и освоении новых рынков в восточных странах. На приоритетном в последние годы направлении. Телеканал «Большая Азия» сотрудничает с ТПП как информационный партнер и помогает россиянам расширить взгляд на мир. Мы все знаем про желтые жилеты, мы знаем, какие проблемы у Трампа, но мы даже не догадываемся, а как об этих проблемах думают и рассуждают ведущие политики ведущих стран Азии, которые сегодня, уже сегодня, меняют политическую кухню мира. Поэтому нам есть чем заниматься. Я всех сегодня поздравляю и призываю вместе с нами, вместе с Союзом журналистов и с торгово-промышленной палатой, у которой очень сильный азиатский вектор, наконец-то сделать все, чтобы мы реально развернулись на восток. Награждение победителей конкурса проходило в рамках Всероссийского форума деловых СМИ. Его участники обсудили изменения в законодательстве, вызовы больших данных и искусственного интеллекта, связи с общественностью, тонкости маркировки рекламы в интернете и другие темы, которые особенно волнуют журналистов в наши дни. Прозвучали и новые идеи по развитию медийной индустрии. Вместе с нашим профессиональным сообществом организуем реальный Союзом журналистов широкую дискуссию о роли средств массовой информации, о производителях контента, о целевом и нецелевом использовании денежных средств на поддержку государства и так далее. И я вас уверяю, что через полгода такие дискуссии будут. Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» прошел уже в 29-й раз. Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата, Союз журналистов России и медиагруппа «Россия сегодня». ЮНЕСКО реконструирует Масул, второй по величине иракский город, который три года удерживала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Международное сообщество восстанавливает объекты инфраструктуры и историко-культурные памятники города, разрушенные во время многомесячных боев. «Масул много тысячелетий был центром культурного обмена и диалога разных цивилизаций. Но потом в город пришли вооруженные конфликты и разрушения. ЮНЕСКО стремится сделать Масул символом возрождения всего Ирака, земли, которую опустошили боевые действия». ЮНЕСКО выступило с инициативой возрождения духа Масула пять лет назад. С тех пор это один из приоритетов организации. Конечная цель – не только восстановить экономику и культурную идентичность города. Международная помощь дает взрослым новые рабочие места, а детям возможность вернуться в учебные классы. Пауло Фонтани подчеркнул, что это самый крупный проект ЮНЕСКО за последние годы. Представитель организации ожидает, что инициатива даст надежду на будущее жителям Масула и всего Ирака. Одна из токийских компаний открыла в офисе специальную зону, где сотрудники могут вздремнуть во время рабочего дня. По задумке руководства, перерыв на послеобеденный сон поможет компенсировать недосыпы и повысить производительность труда. Правда, в корпоративной спальне могут одновременно отдыхать не более 26 человек, а доступна она лишь три часа в день. Поэтому нескольким сотням сотрудников компании приходится пользоваться новой системой по очереди. В распоряжении счастливчиков диваны, столы, стулья и восемь небольших наклонных кроватей, четыре из которых стоят в отдельных кабинках. В начале перерыва приглушенный свет, шум моря и ароматические смеси помогают расслабиться и погрузиться в сон. Впрочем, уже через 20 минут в импровизированной спальне становится ярче, а бодрящая музыка напоминает спящим сотрудникам, что пора возвращаться к работе. Даже если у меня не получается уснуть, я просто закрываю глаза на некоторое время и чувствую, как спадает внутреннее напряжение. По данным японских СМИ, более половины офисных сотрудников в стране восходящего солнца спят менее шести часов в сутки. Всему виной частая сверхурочная работа. Из-за этой проблемы национальная экономика ежегодно теряет около 15 триллионов иен. Более 70% опрошенных офисных сотрудников в Японии надеются, что работодатели предоставят им места для отдыха.